У меня вопрос возник после нашей последней встречи здесь. И я понял, что сейчас тема любви к себе очень популярна и в принципе получается как-то любовь к себе как-то развивать. Но разделять ее с другим – это как будто задача со звездочкой. И я вижу здесь какие-то идеи, как можно в эту сторону смотреть. Например, какая-то безмолвная встреча, когда убираем слова и стараемся как-то словами не убрать любовь куда-то, чтобы не включать как-то голову, а оставаться в чувствах друг с другом, как вариант. И больше я, наверное, ничего не вижу, как еще можно в эту сторону смотреть. Как себя открывать и как вот с другими человеком в это что-ли тренироваться что-ли, не знаю, как-то эту штуку. Так смотри, чтобы понять ну как бы суть вопроса, с любовью к себе у тебя все в порядке. Да, но вот разделять ее с другими, да, как-то не защищаться, как-то позволить вот случиться этому же чувству такой же интенсивности, которое я переживаю с собой. Чтобы чувство любви случилось во встрече с другим или с другими. Так, давай конкретно, с каким другим. Ну вот ты показываешь, на меня почему-то, ну может быть кто-то, тебе девушка подойдет лучше, например, Дина. Вот, может быть он Лена, потому что что-то она грустит. Ну не знаю, с каким другим. Другого пока нету. Ты смотришь варианты, вон Анатолий приехал тоже. Ну да, мне допустим от Анатолия не знаю, я допустим если сейчас кто-то меня... Да нет, с Анатолием ты даже его не знаешь. Да. Давай, ну показывай, что на меня. Ну с тобой сейчас сидим, да. Ну. Так я претендую... И я чувствую, допустим, да, что вот я сижу с собой, им как чувство любви, но какие-то процессы, какие-то, не знаю, безопасности какой-то, психики или что работает, что все равно как-то эта любовь как будто закрывается на мне и ей сложно вот... Ну, это как будто что-то мне нужно усилие сделать, чтобы это происходило между нами. Это неестественно, как бы... Ну, может быть это естественно, но есть в этом какая-то трудность в том, чтобы... Разделять какое-то чувство любви глубоко, которое я переживаю, оно может быть очень эмоциональное, ну, например... Это любовь внутри тебя ко мне или любовь к себе? Та любовь, которая у тебя внутри. Это любовь ко мне или это твоя любовь к себе? Это... Я бы назвал это просто вот любовь к сейчас, вот как ощущение, как проживание жизни с такой большой любовью. Вот я смотрю на все, у меня большая любовь, но когда... И мне хочется и делиться, да, хочется тоже как-то ее излучать. И во взаимодействии, когда я начинаю общаться, как будто бы она подзакрывается именно с человеком. Например, там, не знаю, гулять в лесу и как-то вот излучать эту любовь... Сейчас, сейчас, сейчас пока в лес мы не идем. Чем с тобой сейчас излучать свою любовь и открыться, и вот показать, что вот у меня любовь к тебе, если я сейчас с тобой сижу, в данный момент к тебе. Я знаю, как быть Евгением. Как быть Филиппом, я не знаю. Я сижу здесь, и что зависит от меня? Я готов всю твою любовь, как бы она ни выразилась, принять. Раз. Второе. Она для меня ценна и важна. Два. Два. Это декларация. Это правда. У тебя сейчас потеплели глаза, я вижу. То есть, как тебе было это услышать? Вот как бы... Вот как раз сейчас эти механизмы защитные, после того, что ты говоришь, и как ты вот это... Они прям тебе раз и закрыли. Да, а наоборот открываются. Открываются? Да, наоборот. Наоборот, я вижу, что безопасно. То есть, любить можно. Да, что все хорошо. Любить как угодно может. Это сейчас мой... Ворота откроются, любовь пойдет, и туда как бы не плюнут. Ну, зачем же? В любовь-то плевать, что это? Ну, это такое просто представление сейчас, как у меня я представляю. Сейчас, что можно... Любовь не плюнут, твоя любовь желанна, она цена. Не то, что твоя любовь, ты для меня ценен. Вот каждая своей клеточкой. Каждым своим проявлением. Я потому что иногда приезжаю сюда, я смотрю Филипп, но Филипп внутри в коконе. Я так, Филипп, 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 Филипп. О, чуть-чуть раз, но мне ее не хватает. Честно хочу сказать. Вот Иры, мне любви хватает, Дина на любви хватает, Арина на любви хватает, Данины хватает. Мне нужна твоя любовь. Ну, как бы, чтобы мне ее хватило. Чтобы уж раз... Потому что я не уверен, любим ли я тобой. Как будто бы то ты смотришь на меня как на своего, то как на чужого. И я запутываюсь иногда. Иногда вот это вот, ну, какая-то такая есть, ну, легкая дистанцированность, я не понимаю, нужен я тебе или нет. Любишь ты меня или нет. Поэтому давай один раз, чтобы еще и при свидетелях, на камеру, чтобы мы с тобой вошли в историю как любовники. У меня сейчас ощущение, что если я сейчас словами скажу, это будет тоже как-то... Хорошо, есть, смотри, словами, да, фигня, слова, как бы, слова это смерть. Кто сказал слова это смерть? Мудрец. Мудрец один, да, слова смерть, хорошо. Смотри, присутствием, типа ты смотришь и присутствием. Я не понимаю, мои экстрансансационные способности еще не настолько развиты. Скажи телом. Ну вот, вот, и у тебя есть руки, ноги, тело, губы, глаза. Телом скажи как-то, ну, чтобы я это ощутил. Я вот не знаю, но как-то мне непросто вот это, как бы... Я не уверен, что какие-то мои действия это будет проявление любви. Ну да, и они могут быть вполне проявлениями любви. Но они не попадут в меня. Но ничего не остается нам как рисковать. Смотри, сколько женщин смотрят такими глазами и думают, чем этот сюжет закончится. Как они провернут эту мужскую любовь-то здесь. Конечно. Но смотри, если я не знаю, какая любовь нужна другая. Если я так выражу эту любовь, а вдруг человек, наоборот, напряжется, испугнется. Сейчас пространство для эксперимента... Эксперимент – неудачное слово. Для того, чтобы это проявилось, вот в этом смысле тебе проще. Любое проявление твоей любви по отношению ко мне, мною принято и желанно поумолчать. Я сейчас немного запутался. Но как бы я сейчас с вопросом сидел с тем, с тем, что ты до этого говорил, про твои сомнения. Что где-то ты вроде бы видишь, вроде бы не видишь, вроде бы есть, вроде бы нет. Я как-то вот на этом... Вот сейчас, сейчас я здесь. Сейчас ты хочешь, ты предложил мне разделить твою любовь к себе и твою любовь ко мне, которая внутри тебя, со мной реальна. Так сделай это. Ну, как будто ты задаешь вопрос, и наоборот, появляется напряжение, которое меня от ощущения легкости и любви выводит. Мне хочется проявлять в себе любовь, но ты как будто сейчас вот так вот давай, а это меня... Так именно ты с этим пришел и сел сюда. Говорит, у меня много любви к тебе, но не могу... Да, я тебе говорю, так давай. Все, ладно. Бери, дорогая. Еще, конечно, это не просто делать, когда много людей, камера. Мне в целом как бы интересно это направление как бы исследовать, и как будто бы нет у меня задачи прямо сейчас. Вот для меня это может быть тоже задача со звездочкой. Ну, ты сел сюда. Задача со звездочкой. Ты мне не сказал, давай с тобой один на один посидим, и у меня много любви, я хочу все ее проявить, ну, как бы, ну, мне как-то страшно, стремно, мне непривычно. Ну, может быть, я даже... Ну, ты сел сюда именно за этим. Ну, я сел сюда, чтобы как-то с вопросом, а ты мне говоришь, покажи, давай, делай эту любовь, покажи, а я, может быть... Я тебе сказал простую английскую поговорку, простую английскую поговорку, это, ну, принцип жизни такой. Don't tell me, show me. Понимаешь? Нет. Не говори мне, покажи мне. Ну, это, ну, как бы, ну, шо ж мы будем, ну, как бы, говорить... Так я как раз пришел с тем, что для меня это трудно, а особенно на камеру при люди... И я хотел, как бы, не практично, практично, может быть, практически... Так а смысл говорить о теориях, если мы не практикуем это? Не, ну, мы практикуем, конечно, сейчас, и... Вот и все. И пусть, пусть им станет стыдно от того, насколько смело ты проявляешь ко мне свою любовь. Пусть они смутятся аж, понимаешь? Ну, живем один раз, давай, елки, рисковать, ну, что ты. Не, у меня есть ощущение, что я... Ну, мы-то с тобой недавно записывали, что у меня все-таки это пространство. У меня, как бы, я не в легкости не расслаблен сейчас. Хорошо. Есть такое. И как бы, как будто бы мне сейчас просто вот это выключить практически невозможно, чтобы быть полностью в легкости. Но любовь идет из какой-то легкости полностью. А сейчас есть какое-то напряжение, которое мешает мне. Я понимаю, что в перспективе мне хочется, чтобы это и на камеру, и при людях, и при всей стране я мог как-то быть открытым и проявляться. Но сейчас такое ощущение, что... Хорошо, давай тогда я тебе поставил в непростое положение. Я типа такой, знаешь, защищенный, самодостаточный, ни в ком не нуждающемся, и говорю, типа, потренируйся на мне. И ты в уязвимом положении, а я в сильном. И это нечестно с моей стороны. И это блокирует. Я понимаю. Понимаешь, о чем я говорю? Да. Давай так, для твоей души, вот просто расскажи, ничего не будем... Вообще, кто я для твоей души? Ты человек, который любит, вот как раз таки, вот как-то вот про чистоту любви, который не пытается что-то притянуть или что-то получить, а просто светит. И у этого света любви нет какой-то, нет чего-то, какого-то смысла логического. И мне своим каким-то опытом восприять, очень непросто как бы принять, что вот так можно, что вот это, как я говорил, фильтр какой-то, что он пытается как-то эту любовь структурировать, как-то увидеть за тебя, придать ей какой-то смысл. Как бы у тебя нет какого-то смысла, ты просто светишь, а я как будто своим умом пытаюсь ее как-то описать. Хотя это просто вот, когда вот это не делаешь, это просто прекрасно, это просто красиво. Когда тебе любится... Нет, когда просто я не анализирую, я просто с тобой нахожусь. То, как ты описал, я понимаю, это твое восприятие в меня, это как будто, знаешь, ну, как будто Евгений, это не личность, это какой-то божественный фонарик. А как человека его, ну, как бы, он прозрачен такой для света. Светит прозрачный, и все. Ну, возможно, я сейчас... Какое-то твое качество важное на меня описал, не как личность. Да, и это хорошо, и это нормально. Как бы ты ни говорил, и как понять, что это, ну, пространство для любви нормальное. Как бы ты ни говорил, все классно, все правильно. Ну, то есть, все нормально, как ты описываешь. Как тебе сказать? В этом фонарике, божественном, светящем какое-то измерение любви, есть стеклышки. И иногда эти стеклышки закоптеваются. Ну, знаешь, как в этой лампе, ну, какая-то там бензиновая лампа или керосинка. И вот эти стеклышки некому протереть. Стеклышки — это внутренний нагар на моей человечности. Потому что, по большому счету, я мало кому доверяю себя. Я, как сказать, ну, даю возможность потребность любви, потребность други, в отце, в учителю, всем отработать. Вот если по-частному говорить, я в это вообще не вовлекаюсь почти что. Потому что это роль, которая нужна людям. Это мое служение. И, по сути дела, когда кто-то пытается пробиться к моей человечности, я отшучиваюсь. Любите меня, как свет, любите меня, как учителя, если вам надо, конечно. Мне ничего не надо. Я исполненный Господом. Божественным светом. Любите меня, как учителя, как отца, как друга. Если вам надо. Мне не надо. И если Бог или что-то выше назначил меня на эту роль, я ее прекрасно отрабатываю уже много лет. Но только свойство такого сюжета в том, что когда моя человечность находится в состоянии разрушения, упадка, желание все это закрыть, уйти из публичности, а мне некому просто это заметить. Мало кто это может заметить. И мало кто может так, ну, прийти и согреть и поддержать, чтобы я это допустил. Потому что я слишком много обжигался на людях, которые шли ко мне человеческой добротой и любовью. Ну, а потом я жалел. Вот об этом. Поэтому вот в этом прекрасном свечении, да, но способен ли ты пройти дальше этого и достигнуть достучаться до моей человечности? Ну, чтобы я тебя впустил к себе, а не к своей роли. Ну. Ну, я ж не знаю, насколько стучать там нужно. Ну, как бы, насколько ты... Ну, это же тоже твой процесс какой-то в этом есть? Мой процесс в этом есть. Понимаешь? Кто понимает, о чем речь? Все понимают. Мой процесс в этом есть. Я же тебе нужен в роли, ну, любовного света, который не привязан. Нет, на самом деле, я просто чувствую, что, ну, как будто это проще увидеть, проще с этим взаимодействовать мне, чем с тобой, как с каким-то, вот, Евмине, с обычным человеком, у которого свои трудности. Потому что это тоже, чтобы с этим взаимодействовать, это надо ощущать и как-то, ну, понимаешь, да, чтобы как-то с этим взаимодействовать. А если это, я это не особо в тебе вижу, чувствую, да? Что именно это? Вот то, что ты сейчас говоришь, да, какие-то твои вещи. С кем тебе, твои трудности, с которыми тебе сложно с кем-то разделить? Ты меня как человека не видишь. Ты, ну, ты меня как человека, получается, как будто бы не видишь. Ты меня видишь как что-то светлое, что-то душевное. Нет, я... Видишь? Ну, как, знаешь, как вот человека видеть? И говорить, что я больше вижу, это не значит, что я как будто не вижу тебя как человека. Ну, как бы то, что он не привлекает как в человека тебя, вот я назвал то, что меня привлекает. Но это не значит, что я всегда вижу тебя вот так. Ну, как бы только вот... Так тебе свет мой привлекает или моя человечность? И человечность тоже. Но ты к ней боишься подступиться? Ты к ней боишься подойти? Да, потому что ты больше... Мне кажется, ты проявляешься больше светом для всех. И это больше видно. И просто сложно к той части как будто бы мне подойти. Если бы ты больше был бы не светом, а человеком, то к ней было бы, наверное, проще с ней как-то контактировать. У меня такое представление сейчас. Мне хочется с тобой цельным взаимодействовать. Но какая-то часть тебя, конечно, мне более привлекательна. Светлая. Но я, может, темную даже не вижу, понимаешь? Человечную. Ну, какие-то твои, знаешь, косяки перед самим собой. Где ты как бы... Ну, не косяки, а... Как сказать? Слабости. Слабости какие-то твои, да. Как бы... Хотя вот... Сладости? Слабости. 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 Ну, так, в принципе, так оптимально может и оставаться на дистанции. Ты нуждаешься в свете. В таком мягком, таком, знаешь, необжигающем. Я светильником остаюсь. Вот. В твоей жизни. Я буду светить тебе и частичку моего какого-то света и тепла. А ты как будто тоже сейчас перевел наши отношения в какую-то статику какую-то. Давай вот так вот цементируем. Хорошо. Дай динамики. Как... Чего надо-то от меня? Сейчас я в уязвемом положении. Сейчас ты... Твоя проактивность. Мне было очень ценно, что ты сейчас вот... Мне было прям приятно услышать какие-то твои... Вот как раз какую-то слабость твою ты сейчас вот рассказал, проявил, что... Когда ты там думаешь даже, все это закрыть нахрен и что... Как бы некуда тоже вот как бы поделиться с кем-то что-то такое услышал как-то вот. Это интересно. Какая исповедь твоя тоже. И она как бы... После этого я вижу тебя более полноценно как бы вот, что есть свет, да, который виден. И вот как-то вот через такое твое проявление, как будто бы я знакомлюсь с тобой полноценно. Так. И... Ну... Продолжай види. Я... Я пойду. Веди. И тогда я чувствую, что как раз таки... Я смотрю на тебя не только как на свет, а на как живого человека, уязвимого. Так. Красивого не только что он светит, а потому что он уязвим и что он живой. И другая сторона какая-то слабость. И вот это про то, что ты говоришь, что я вижу... Ну слабость... О слабости речи вообще не было. А не слабость, это цельность такая. Что ты... Ну многогранность тебя. Что есть разные грани, да. Что есть тот, кто светит, а есть тот, кто там, не знаю, грустит и что-то еще переживает. Почему... Почему я тебя так вообще зацепил или заинтересовал? Ты говоришь со мной о своем чувстве любви ко мне, который хочешь разделить. Почему? Зачем я тебе вообще? Я же пришел сейчас с вопросом вообще, ну таким... Мы сейчас это просто переживаем в том, что мы сейчас происходим, но это... Только сейчас и существует. Только сейчас и существует. Да. Ну если так сразу брать, что с тобой не проще. Даже как бы я не знаю, насколько это все выглядит со стороны. Мы облажались. Тогда в начале я тебе сказал про это, и твой ответ... Ну... Эта граница, которая возникает все равно... У меня меньше я с тобой, чем с другими, я бы сказал вот так. Меньше границы со мной, чем с другими. Раз... Именно... Вот сейчас я еще... Граница... Ощущение любви и... Пребывать с любовью, как-то в любви и в коннекте с другим в этот момент. Я не знаю, может я непонятно. Понятнее скажи, потому что я думаю о другом, думаю, кто тут еще третий. Скажи просто мне, от себя мне. На хрен психологию, эзотерику, эти волшебные термины. Скажи о тебя мне. Потому что любовь, это какая-то абстрактная категория, пока... Ну, твоя, да? Пока я ее не ощущаю, как что-то коснувшееся меня. Пока она... Только декларация о твоем отношении внутри ко мне. Я вижу, как ты идешь, я вижу, как ты нащупываешь эти стены, эти границы. Ну, как бы... Блин, я тысячу раз нарушал эти границы с другими людьми. Но со мной никто не может нарушить мою границу. Все меня почему-то боятся. Все почему-то боятся, да. Вот. Ну, если у тебя получится, так я буду только счастлив. Я сегодня засну, и вообще другим человеком. Если ты рискнешь и нарушишь мою границу, до неприличия нарушишь, ну, так, чтобы меня здесь по-человечески, а не в духовном смысле твоей любовь коснулась. Как раз ты решила, как будто бы... Ну, я отстал вообще... Много сомнений происходит, что сейчас... Как будто я много в голове сейчас нахожусь, и если я сейчас буду прям пытаться, это будет что-то как бы фальш какой-то, мне кажется. Ну, как бы... Ну, да, это... Тогда мы... Это просто будет прекрасное теоретическое видео. Если потомки расшифруют, это войдет в одну из книг антологий по современной психотерапии, вот наш диалог, все. Но вопрос, что это только теории, тогда останется. Я не чувствую вот какой вещи, Филипп, что после твоего отъезда отсюда я в твоей жизни останусь. Вот я знаю, что ты останешься в моей жизни. Мне будет не наплевать, как у тебя там дальше. Мне будет интересно. Но уехав, декорация, картинка сменится вокруг тебя. Я буду просто эпизодом из прошлого. Ну, я же приезжаю, что-то остается, что меня тянет приезжать очередной раз к тебе сюда. Значит, не просто декорация? То, что у тебя остается, ты мне ни разу не донес. Ну, как бы оно же... Ты вот сейчас, наверное, для этого и вышел, что вот ты уже и вот сюда вот показал, даже руками вот так вот. Волшебство сделало такое. Ну, ну-ка, ну, что меня-то не доходит, не касается. Я не могу поверить в то, что это именно любовь. Я употребляю то слово, которое ты начал. Это, ну, как бы это слово. Ты очень тепло его произносишь. Можно просто твоим мягким голосом записывать медитации. Они будут усыплять, особенно женщин. Вот. Но... Вот здесь это... Ну, я не пойму, почему так. Они понимают, нет, о чем речь? Да? Да. Кто... Ну, можно я привлекую? Конечно. Потому что... Потому что мы не справляемся с нашей любовью. Ай! Ай! Ты же понимаешь, что это... Это внешнее действие. Ну, да. Ну, оно же без внутреннего. Эту механику мы уже знаем. Ну, то есть, оно... Тут... Тут чего-то такого как будто не хватает. Не знаю, кто... Кто может нам помочь. Мы не справляемся с чувствами, которые нам стремно выразить по отношению друг к другу. Давай я попробую сначала, потому что они все растерялись. Они не умеют. Знаешь... Эээ... Что я хотел бы, но как будто не рискую себе позволить. Вот где-то для моей души... Для моей души... Я когда смотрю на тебя... Мне вспоминается очень трогательный эпизод из моего детства. Мне было 13 или 14 лет. И меня положили в больничку с воспалением легких. И там... Я был, наверное, самым старшим. И там были детки. Я как уже взрослый мальчик понимал. Взрослые разговоры я очень внимательно сканировал. О чем говорят медсестры, родители, врачи. И там было время приема. К деткам приходили их мамы. Бабушки приносили вот эти тормозки. Знаете, домашние там... Наготовили там... Тевтелек там для ребенка. И там был один мальчик. Где-то лет 5 или 6. Ему было... И я по разговорам слышал, что его мама отдала его в больницу, а потом его заберут в дом ребенка. Этот мальчик почему-то ко мне тянулся. И каждый вечер он говорил, мне завтра выпишут. А за мной завтра приедет мама. Но я знал, что мама больше его отсюда не заберет. Он просил мне каждый вечер ставить его на высокий подоконник. И вот я почему-то помню, что это заснеженное вечернее время было. И он по 20, по 30 минут стоял, а я его держал, потому что подоконник был высокий. И он высматривал эту маму, которая почему-то не приходила. Потом сестра укладывала всех спать. Я знал, что мама не придет. Я знал, что говорить ему об этом не нужно, потому что он надеется. Я, честно говоря, не помню, кто кого раньше выписали. Меня или его. Но он говорил таким вот, а мне завтра выпей фуд. Выпей фуд. А за мной мама придет. И я еще очень важную вещь и слишком рано понял. Мне было очень жаль, но мне нельзя было его, ну, как бы, полюбить. Понимаете? Вот если всей своей жалостью это все впитаешь, вот этот весь сюжет, ну, то есть тогда мне надо забирать. А я сам еще 14 лет. Вот прийти с родителем, сказать, вот мне нужен такой братик. Вот. Ну, это не могло произойти, и я понимал, что я не могу влиять на мир взрослых людей. Вот то чувство, которое у меня к тебе есть на протяжении вот этого времени. Оно именно такое. Но я как-то не давал себе труда идентифицировать его. Назвать это любовью, привязанностью, заботой, жалостью, это все будет, ну, слишком мелко. Ну, так вот, я тебя хочу взять. Понимаешь? Вот как-то вот так вот взять. Вот просто забрать. Я не знаю, как это. И я боюсь сделать тебе предложение. Ну, типа, ну, вот я сейчас тебе говорю, ну, может быть, на языке образа и так далее, что я хотел бы тебя взять. Ну, вот это смешение какого-то чувств, которые я перечислил, и мог только метафорически описать. Оно, но это не повторение этого чувства. Это какое-то к тебе такое отношение. Но оно очень человеческое. Вот. Поэтому я тоже держу дистанцию, что я типа свет, а ты приехал чуть-чуть до просветлиться здесь. Вот. А по-человечески не могу. Ну, просто, ну, ты взрослый мужик вроде. Ну, вот у тебя есть мама. Вот. Ну, мне как-то... Ну, если по-человечески, мне очень хочется тебя взять. Ну, можно, папа, взять, я сейчас вот это вот меня запутывает, что ты имеешь в виду? Взять? Взять как будто бы взять, знаешь, как-то тоже в этом что-то сейчас для меня. Взять в свою жизнь. Но не в смысле... Как это сказать? Не в смысле... Совместного проживания или собственнического чувства или назначить себе какую-то роль. Это вообще про другое. Это про какое-то душевное. Это душевное как бы сталкивается с твоей вот такой... А... И оно не может дальше пройти. Поэтому я буду ровно на той, ну, как бы, дистанции или близости, на которой я тебе нужен. Вот. Но в моей человечности есть очень родное чувство к тебе. Как будто я тебе какой-то... Ну, как будто я тебе просто категорически старший брат, но очень любящий. Вот. Вот. И хотелось бы просто о тебе заботиться. Вот. Взять не в смысле от тебя взять или тебя взять, присвоить, а просто хотелось бы о тебе заботиться. Но в той мере, в которой тебе это нужно. Но в котором у тебя есть потребность. Это вообще не собственническое. Вот. Вот. Ну, как-то природнить. Ну, как будто бы, знаешь, как будто вот когда изображают там нейрончики, электронную сеть, вот чуть-чуть искрит, но еще не контакт. Что-то мешает. И я в этом вижу, знаешь, что... Чтобы это было как-то на равных, я как-то должен тоже как-то о тебе заботиться, но как будто бы ты такой самодостаточный, и там... все у тебя отлично. И что даже не знаешь, как и где можно о тебе позаботиться. Ну, на равных точно не получится. Ну, не на равных, но я имею в виду, ну... Что это не важно. Ну, знаешь, ты только ко мне заботишься, а я просто, типа, принимаю свою заботу. Ну, как... А как ты хочешь? Ну, чтобы ты тоже где-то мог принять мою заботу. А хорошо. Мне это ценно и важно. Как? Ну... Ну, то есть, да? Да? Я, может, сам пока не знаю в данной ситуации, вот сейчас как это... Давай так. Я по умолчанию все... Все, что придет от тебя, я открыт принять не критично, совершенно открыто, как величайшее благо. Ну, как любовь. Все, что придет от тебя по умолчанию, оно желанно, любимое и... Ну... Ну, просто мне дорого. Угу. Мне очень тепло от Охликова, как ты выразил вот, через эту историю, свое чувство. Если честно, я чувствую какое-то напряжение, мне кажется, очень красивая нота, чтобы как-то вот, наверное, на этом закончить этот вопрос. Это очень хорошо. Давай дадим... Я понимаю, мы с тобой, короче, ну, очень подставились, согласись. Вот. Ну, просто они же... Каждый из них останется с чем-то своим. Давай им, возможно, высказаться дадим, если у кого-то что-то есть. Нет, сейчас никто... Никто, никто не будет допущен ко мне, к моей душе ближе, чем Филиппу. Из вас. Сегодня, по крайней мере. Ну, тогда я жду все же какое-то действие. Мне... А это тебе надо. Да. Нам... Нам так нормально. Мне кажется, любовь случилась. Ай... Смотри, какие они, как они сорят словами. Боже. Боже. Не-не-не-не-не. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Нет, это, понимаете, друзья мои, вот здесь вот, вот на этой территории, пожалуйста, очень осторожно со словами. Угу. Потому что ваши слова сейчас могут быть кирпичизмами, которые раздавят цветы. А может, это не вам? А нет. Нет. Только... Только две реплики. Вот тут. Да, нет, Анатолия. Ни от кого сейчас не в состоянии принять. Ну, и не позволю. Я сейчас понимаю, как... Что, как бы, вот это такое стёклышко, которое отгораживает Филиппа. Да что ты от меня... Это... Это наше общее стёклышко, Исюш, ты про стёклышко. Ну, вас, двук от друга. Потому что я тоже вот за этим стеклом периодически нахожусь. И... Я сейчас вот со стороны, когда на вас смотрел, и... Батюшка прям оголился. И... Ты, Филипп, чувствуется, что... Тебе сложно, что... Есть затруднения, но ты честен. И... Я тоже в этом красоту вижу. Но... Есть какое-то ощущение, что... Как бы, контакт происходит, как будто бы руки... Вот... Из-за стёкол протягиваются, но вот выйти... Целиком... Всем собой... Ещё вот... Ну, не происходит такая встреча, но... Какая-то тантра уже происходит. Вот... Стекло остаётся. Стекло остаётся. А если стекло висит, оно уже... Ну, влияет на... Ну, вы как будто бы вот руками соприкасаетесь, а... Ну, руками... Да... Не в полный контакт... Да... Не в полный контакт... Анатолию только... Только Анатолий... То... Про мужскую любовь... Любовь между мужчинами... Только мужчины способны рассуждать. Ну... В продолжении... Хочу сказать, что... Тоже... Периодически попадая... Как мы говорили... В эту... Чёрную дыру, да... И... По моим ощущениям... Вот сейчас, да... Я вот... Очень внимательно наблюдал... Вот... Как у меня отзывается... Именно вот в теле, да... Всё, что происходит... То есть, у меня включался ум... Вот... Мне хотелось мозгачить... Чё-то над этим, да... А чё вот... Вот как изнутри идёт... И... По мне... Ну... Опять же... Если... Брать свою какую-то интерпретацию, да... Накладывать... Вот... На... На этот сюжет... То... По ощущениям... Что вот эта... История с этой любовью... Она допровернётся... То есть, не сейчас может быть... Мы вот сейчас... Вот вроде как нужно допровернуть этот сюжет, да... Нет, не нужно... Да, вот не нужно... Не нужно... И вот я чувствую, что не нужно сейчас ничего допроворачивать... Что уже контакт пошёл... Что вот... Филипп открывается... Он как бы навстречу... Ему сложно... Он выходит как бы... Да, вот... При всех этих людях он выходит... Он говорит... Как бы тянет эту руку... Да, я... Да, я хочу вот... Да, открыться... Но мне сейчас сложно... Я не хочу там делать каких-то действий, да... Напряжённых и так далее... Чтобы это не было работы... Да... Чтобы это не было работы на публику, на камеру, на всё остальное... Да... Чтобы это было подушевно... Я думаю, что... Ты же ещё будешь здесь, да... В общем-то... Я думаю, что... Не, ну... Вот смотри... И простраиваешь процесс... Да может это... Уже к старости... Когда я буду 75 лет... Приезжаешь... И такой уже седовласый филипп приехал... Да, да, да... И просто губами касается моих рук... Сложенных на смертном адре... Прикинь... И всё... Настоящая любовь... Ай... Да... Блин... Спасибо, что подставился... Ну... Интересно выйти... Как бы ты... У меня... Как бы в эту штуку... Я как бы больше из головы этот вопрос задавал, да... Как бы... Как с этим жить вообще... А ты в таких экстремальных ситуациях такой... Давай я сейчас попробую... Давай, может получится... И это красиво, да... Спасибо... Спасибо... Спасибо...